Привет в Кат! И после Вильнюса неплохо было бы заценить и провинцию Литвы. Несмотря на то, что эта провинция привлекает туристов ничуть не меньше, чем сама столица. И в этом видео мы посмотрим с вами Тракай. Тракай расположен всего в 27 километрах к западу от Вильнюса и проживает там всего около 5000 человек. До 1940 года город на польский манер носил имя Троки. А это у нас здание железнодорожного вокзала. Что касается площади перед ним, ну, спасибо хотя бы, что в парковку не превратили. И как и в автобусном, сюда можно спокойно зайти и никто не будет тебя просматривать. Кстати, очень даже красивый вокзал. Да, в отличие от автобусного вокзала, железнодорожный, который расположен буквально через дорогу, отторжение уже не вызывает. Смотрите, какая тут зона для релакса есть. С пианино. С мягкими креслами. Красота. А здесь читательная часть у нас. И опять же спокойно, без всяких проверок, выходим на железнодорожную часть. Вот такой вот тут поезд. Между Тракаем и Вильнюсом курсируют вот такие двухэтажные электрички Skoda EJ575, которые могут разгоняться до 160 км в час. Ну и они намного более просторны, чем наши Элроны. Что, кстати, огромный плюс. Потому что наши электрички зачастую переполнены. И если тебе надо ехать куда-то недалеко от Таллина, например, в Тапо, тебе приходится всю дорогу стоять, потому что сидячих мест тупо нет. А гарантированное сидячее место только в первом классе, что чуть дороже, чем в экономе. И тупо невыгодно, если ты едешь на близкие расстояния. А производятся эти электрички специально для литовцев в Чехии. Кстати, железная дорога Вильнюс соединен также с аэропортом, по которой разъезжают польские автоматрисы. Это как автобус, только на рельсах. Что очень даже удобно. И не нужно париться с поиском способа быстро добраться до центра города. А вот так выглядит первый класс. Он у них тут на втором этаже. Вот такие вот симпатичные места. Кофейный автомат. И это уже второй класс. Такие сиреневые сидушки. Вот очень даже мило. Посмотрите, даже в Тракай есть велодорожки и тактильная плитка. А вот так в Тракай выглядит частная застройка. Классный дом. Еще и с потрясающими видами на озеро. А это дерево, знаете, чем интересно? Не тем, что оно побелено. Нет. Это единственное побеленное дерево на весь Тракай. По существу, Тракай это деревня даже по меркам стран Балтии. Однако, даже при таких масштабах, это место выглядит достаточно презентабельным. Первое, на что обращаешь внимание в таких городках, это, конечно же, потрясающая сохранившаяся деревянная застройка. Зрители моего канала, думаю, уже заметили, что я просто обожаю такого рода постройки. Районы с такими милыми вот домиками, в которые просто невозможно не влюбиться. И стоит отдать должное литовцам, что они за ними следят, поддерживают их в хорошем состоянии, и, что самое главное, сохраняют целостность исторической среды, не пристраивая к ним какие-то непонятные пристройки, которые выбивались бы из общей стилистики. Или не ставят уродские заборы из какого-нибудь зеленого или коричневого профлиста. Как это в Саратове, например. Привет, Ильис. И снова типичные деревенские дома, но за счет того, что тут все приведено в порядок, включая сами дома, никакого отторжения не чувствуется. Реально красивая деревянная архитектура. Все отреставрировано, покрашено. Ну и да, почти все дома здесь частные, за исключением советских многоквартирников, о которых мы тоже поговорим. Ведь похвала в Тракая заканчивается там, где начинаются дома советского времени. Кто-то себе сделал очень даже выдающийся, скажем так, выход себе на полисадик. Абсолютный хаос на внешних фасадах этих домов, это, смотрю, стандартная тема для Литвы. Ну или, по крайней мере, для Вильнюса его окраин. Потому что большинство нереновированных домов выглядят именно так. И вот такой вот строка реновированный домик. Видимо, выглядел раньше он как-то так. Ну а теперь его красиво так обновили. Правда, даже отсюда видно, что о маломобильных не особо так позаботились. А в Нире, наверное, в доме вот такой вот зачуханный подъезд. Уперел он не все балки. Краска пооблупилась. Чтобы ящики старого типа. Да, не очень тут. Зато напротив него есть вот такая скамейка с мусоркой. Что-то хорошее туда и есть. А как дополнение и такая ложечка дегтя, хаотично поставленные ларьки, которые точно никак не красят внешний облик города. И вызывают даже некий дискомфорт своим присутствием. В маленьком городе предусмотрена еще вполне себе нормальная остановка. Согласен, самое лучшее, что можно сделать с этими заборами, это скрыть их растительностью. Ну а второе, чем привлекает тракая, так это природой. И в частности, своим необычным расположением. Город вытянулся вдоль системы озер, куда входит порядка 200 водоемов. Самый крупный из которых озеро Гальве, глубиной почти 50 метров. На котором уже обустроены причалы для лодок, которые то и дело рассекают по водам озера. Даже позаботились о скамейках со спинками. И рядом с ними мусорки. Правда, скамейки такие лучше было бы делать лицом в сторону озера. Но имеем то, что имеем. Вообще, исторически, тракай берет свое начало в 4 километрах юго-восточнее. В деревушке Сяйний Тракай, или же на русский Старый Тракай. Который был основан князем Гидеминусом еще в 13 веке, как столица Великого Княжества Литовского. Однако, вскоре он перенес столицу Вильно, он же Вильнюс. А Старый Тракай перешел к его сыну, князю Кейстуту. К чему я это все рассказываю? Ну, во-первых, историческая справка о появлении города никогда не помешает. А во-вторых, именно при Кейстуте в Тракаях в 14 веке был построен так называемый Тракайский полуостровной замок. Который в то время был крупнейшим военным сооружением в Литве. Кстати, по иронии, в замке, который построил Кейстут, убили одного из его собственных сыновей, князя Сигизмунда. В ходе заговора, поскольку Сигизмунд был больно подозрительным типом и мочил всех направо и налево при малейшем подозрении в предательстве. Возвращаясь к замку, походу, все те форты, которые имеют титул «Самый-самый» или что-то похожее в странах Балтии, в настоящий момент находятся в руинах. Сначала его потрепали междоусобные воины сына Кейстута Витопта с его племянником Егайло еще до смерти Сигизмунда. После чего замок восстановят. Потом придут русские войска и уничтожат замок уже в 17 веке. Потом замок отдадут доминиканцам. Те что-то попытаются восстановить, сделать, но потом к 19 веку и они оставляют замок, и он снова разрушается. И к сегодняшнему дню он находится в аварийном состоянии. И сейчас все, что от него осталось, огорождено забором и покрыто строительными лесами. А все помещения, что сохранились, отданы Тракайскому историческому музею. Блин, ну как так? Горы мусора прямо рядом с древней достопримечательностью. Печально, что о состоянии замка не позаботились сразу же, ведь тогда у Тракая было бы сразу два крутых замка. Да-да, если кто не знал, то Тракая повезло иметь сразу два средневековых замка. И второй, это уже островной замок, и это уже полноценная достопримечательность города. И самое посещаемое место в Литве после старого города Вильнюса. Также этот замок удостоен регалий самого большого, ныне существующего замка в Литве. И единственного замка в Восточной Европе, который стоит на острове. Да, от материка замок отделяет два деревянных моста, которые соединяют остров с замком, с одним островом. А потом тот остров соединен уже с большой землей. Ну и да, орешек в расчет не берем, орешек это не замок. О, посмотрите, какая красота. Весь город находится прямо в центре огромного озера. И вот так вот все это выглядит с воздуха. Здорово. Не знаю как вам, а этот замок не напоминает Трибераны за хребристол. Точно такой же замок у Среди воды. Островной замок строился почти одновременно с полуостровным. И подразумевалось, что это будет единая фортификационная система. Однако, терки Витовта и Егайлы приостановили процесс строительства. И достраивать замок пришлось уже Витовту вместо своего отца. Закончив только в 1409 году. Однако уже через год замок был не нужен. Поскольку к тому времени Литва выиграла войну с теми, от кого и строили замки в этом направлении. Ливонцами. Победили, кстати, литовцы под управлением все тех же Витовта и Егайлы. Ох уж эти литовские князья. Сначала устраивают междуусобицы, а потом помирившись вместе идут пиздить ливонцев. Ладно, хватит с князьями, а то, наверное, у кого-то уже голова кипит от такого обилия имен. И мы пришли с вами к какому-то концерту в этом замке. Соответственно, пространство все сильно ограничено. Зацените, тут билеты в этот замок можно купить электронно. Субтитры сделал DimaTorzok И первое, чем тебя встречает тракайский замок внутри, это фарфор. Не знаю, может быть, в Литве действительно хорошие мастера по фарфору были. Но у меня лично фарфор ассоциируется с Китаем. Смотрите, здесь сохранили оригинальный пол, который был в замке в 15 веке. Так вот он выглядел. Просто земля в честном виде. Точно какая-то китайская экспозиция? Что мы делать? Одну такую троточку? Нужно полубиться у слоника. Вот живодеры. Смотрите, как продумано. Огромная лестница. И чтобы по ней не забирались, здесь у нас есть такой вот лифт. Лень валидов. А вот мост, который закрывался и открывался с помощью таких цепей. Классический для Средневековья. Здесь у нас такой вот внутренний дворик. Двухэтажный, по сути. О, тут даже Средневековая мортира есть. Сколько? Что ты на меня так смотришь? Что углубился? Что думаешь, доспехи надел крутой, да? Продолжаем квест спускания и поднимания по Средневековым лестницам. Тут у нас монетки. Когда приезжает китайская туристическая группа, сразу становится меньше кислорода. А вот так выглядел город в 1321 году. При Витовте этот замок переживал свои лучшие годы. И в нем же, в 1430-м, литовский князь и умер. Замок, помимо фортификационных, имел функции дворца. И строился он в готическом стиле. Да, не только церкви строились под готику. Интерес замка заключается еще и в том, что он мог отапливаться даже в холодные зимы. И в нем была вполне себе приемлемая температура за счет системы труб, по которым циркулировал горячий воздух. После Витовта значимость замка и города в целом пошла на спад. И сюда ссылали неугодных знати людей, поскольку к 16 веку замок стал тюрьмой. А век спустя, когда сюда пришли русские, превратился в руины вместе со своим соседом. Так замок и пребывал в руинах до 20 века. Пока в 35-м году не начали восстанавливать помещения, стены и башни замка. Реконструкция длилась до 70-х годов. И почти все, что мы сейчас видим в этом замке, это примерная реконструкция 20 века. Что в целом обесценивает этот замок как исторически значимый. Однако его можно и нужно воспринимать как чудо реставрационных работ. В котором сейчас находится основная экспозиция Тракайского исторического музея. Смотрите, здесь даже выставили кирпичи, которые мы этот замок потом реконструировали. Вот оригинальный кирпич. Вот оригинальный кирпич. И вот уже копия. По этим кирпичам, видимо, ходил хороший мальчик. Просто оцените, какая красивая, удобная лестница. С третьего этажа или с второго, не знаю, как тут отсчитывать. Прямо вниз. Именно за счет массового туристического потока, который породил этот замок, Тракай при столь незначимых размерах имеет в целом опрятный вид. И город, по сути, живет за счет денег туристов. Что будет, когда полуостровное восстановят, даже страшно представить. Непонятно, опять же, зачем тут загородили все этими бесполезными заборами. Смысла в этом нет особо никакого. Вообще нету. Как бы люди не тупые, чтобы просто так бросаться в воду без всякой причины. Я гаражаю тут все заборами. Ну, это просто портить все виды и создавать дискомфортную среду. Вот и все. Что думаете, замки это все, что есть в Тракая? Не, нифига. Ну, а тут уже просто все так атмосферно. Брусчатка, выложенная дорога, древянные домики. И вот такая вот, видимо, католическая церковь. Есть еще костел Девы Марии 1409 года постройки. То есть эта церкушка как раз ровесница островного замка. В ходе истории этого костела он приобретал черты готики, потом барокко. И, естественно, его не обошла судьба быть разрушенным русской армией во время войны с поляками. И вот очередная католическая церковь, которую я могу спокойно снимать. Вообще история Тракая интересна не только его ролью в период Великого Княжества Литовского. Но и тем, что этот город непосредственно связан с тюркскими народами. А именно татарами и караимами. Да-да, вот куда уже занесло видос про город с пятитысячным населением. В троках эти ребята обосновались еще в 14 веке. При все том же Витовте. Вместе с бежавшим тогда в Литову после перестановки власти в Золотой Орде. Ханом Доктамышем. Татары и караимы занимались в Тракая ренеслом торговлей. А в 1441 году, когда городу дали Магдебургское право, которое освобождало его от феодальной зависимости, территории, на которых проживали эти двенародности, также под него попали. Что было на тот момент весьма беспрецедентным случаем. Первую пожарку не заснял. Ну, короче, тут две пожарки проехало. Еще скорая помощь. Что же там случилось такое? Ну вот, ребята, с Литвой пока что все. В Тракая нужно ехать не только ради замка, но и ради всего городка полностью. Повторюсь, деревянная архитектура, когда она в хорошем состоянии, это украшение любого города, которое нельзя походить вниманием. Замки, костелы, это, конечно, все хорошо, и в случае с Тракаем даже очень хорошо. Но такая милота, которую я тут увидел, в целом по миру не часто встречается, а в России так и вовсе обесценено, что печально. Так что цените и берегите деревянные домики, они придают городу аутентичности. Всем спасибо за просмотр, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, на все мои соцсети, ссылки, как всегда, в описании. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok